И снова здравствуйте! Мы начинаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Ну и, конечно, сегодня целый день обсуждаем встречу Трампа и встречу Путина. Ну, не только мы, весь мир это обсуждает, и поэтому сегодня мы решили собрать для вас интереснейших экспертов украинских, российских, британских, американских, немецких. Поэтому сегодня, пожалуйста, целый день оставайтесь с нами. Я думаю, что вам будет интересно. А начинает сегодня говорить о встрече Путина и Трампа. Трампа и Путина кому как больше нравится. Александр Хара, эксперт Майдана за кордоном справа. Вы его очень хорошо знаете. Александр по-настоящему изучал и специализировался на Америке, на Соединенных Штатах Америки. В МИДе занимался этими вопросами. Александр дипломат. Саша, здравствуйте! Добрый день! Ну, начнем, наверное, со скандала небольшого, который случился накануне, а сегодня глава национальной разведки ответил Трампу. Потому что, по сути, Трамп, мягко говоря, неуважительно отозвался о национальной разведке Соединенных Штатов Америки в присутствии российского президента, что вызвало, конечно, шквал недовольства. И что самое интересное, сегодня он выпустил, даже вчера он выпустил пресс-релиз, в котором сказал, что, ну, я перевожу, да, по возможности на английском, тоже можно прочитать, что роль разведки предоставлять наилучшую информацию, базирующуюся на фактах. И это все должно быть важно и нужно президенту и людям, которые занимаются политикой. И мы были, вот я прочитаю английский вариант, а затем, наверное, переведу на русский уже как смогу, но думаю, что смысл, если что, мы с вами вдвоем подхватим, да. We have been clear in our assessment of Russian meddling in 2016 election and the ongoing pervasive effort to undermine our democracy and we will continue to provide unvarnished and objective intelligence in support of our national security. Но если перевести дословно, то звучит приблизительно так. Мы были чисты, четко показали, ну, четки, наверное, в оценках российского вмешательства в выборы 2016 года и их продолжающиеся и распространяющиеся усилия по подрыву нашей демократии. И мы будем продолжать предоставлять, ну, вот, unvarnished, это ничем не приукрашенную, да, получается, и объективную сведение и информацию для поддержки нашей национальной безопасности. Дэниел Коуз, руководитель национальной разведки. Вот так публично ответил директор национальной разведки Трампу. Ну, тут и без этого было много интересных вещей. Давайте, наверное, начнем с того, как вы думаете, это скандал или нет внутри? Продолжающийся, развивающийся и чем это все может закончиться? Ну, безусловно. Во-первых, еще в прошлом году национальная разведка дала отчет, где она показала, что вмешательство было со стороны российских спецслужб. И если, например, некоторые люди не понимают, когда говорят вероятностями, да, то есть говорят, только понимают черным и белым, то есть было или не было, тогда, соответственно, Трамп прав. То есть ему сказали, высокая вероятность того, что это были такие-то спецслужбы, но вмешательство точно было. И он бы это воспринял, что раз высокая вероятность, то значит, может быть и невероятно. Вот, знаете, как в анекдоте про динозавра, либо встречу, либо не встречу. Приблизительно Трамп думает такими категориями. То есть был сначала отчет национальной разведки, то есть это всего разведсообщества. Второе, был буквально пару недель назад, Сенатский комитет по разведке подтвердил фактически те же самые выводы, проверив, как работала разведка. Хочу напомнить, что сейчас Конгресс в целом и в частности комитет по разведке контролируется республиканцами. То есть сложно заподозрить в том, что, скажем, демократы какие-то козни демократов. Ну, то есть однопартийцами Трампа, иными словами. Да, безусловно, то есть это есть. Но есть такой маленький момент, если проанализировать то, что говорил Трамп, он фактически воспринимает любую критику и любую, скажем так, информацию касательно вмешательства России в выборы, как сговор. Потому что есть два параллельных процесса. Они могут совпадать, а могут не совпадать. Вмешательство России в выборы в Соединенных Штатах 2016 года. И второе, сговор Трампа или его команды с россиянами, собственно, об этом вмешательстве. И Трамп все воспринимает в штыки. То есть он говорит, что никакого сговора не было, раз. Во-вторых, он чисто победил Хиллари. И, собственно, он обвинил ФБР, ну и, собственно, Обаму о том, что тот, ожидая, что Хиллари победит, поэтому он не стал распространяться по поводу вмешательства российских спецслужб. А только когда увидел, что Трамп побеждает, он начал, собственно, эти процедуры. На самом деле, это абсолютно неправда. И даже не с досье стилей знаменитого британского разведчика началось расследование. То есть мы понимаем, что американские разведслужбы достаточно мощная организация. Организации, точнее. И было прозрачно то, что русские хакеры пытались влезть. Другой момент, кстати, разведчики об этом и говорят, что они не оценивали степень влияния на результаты выбора. То есть они просто фиксировали факт вмешательства. Это очень важный момент. В принципе, я хотел бы начать немножко с другого. Сегодня 17 июля. И, собственно, 4 года назад российские вооруженные силы над украинским небом сбили малазийский самолет. И это не выдумки украинского правительства или киевской хунты, как это могли бы назвать в Москве. Есть международная комиссия по расследованию этого факта, которая, собственно, пришла к такому заключению. И, соответственно, до этого Беллинкет независимое интернет-расследование провело и, собственно, доказало это. И вот, к сожалению, Трамп не упомянул ни об этом, ни о попытке отравления Скрипалей и то, что погибла гражданка Британии тем новичком. То есть он не говорил о тех сложных вещах в диалоге, которые, собственно, и ухудшили отношения между Западом в целом и Соединенными Штатами России в частности. И он фактически как бы подменял это тем, что вот была БАМа, и вот это расследование Мюллера, это то, что как бы сделало отношения такими плохими, самыми плохими за всю историю, ну, по крайней мере, современную историю отношений между Советским Союзом США и Россией США. То есть тут есть подмена понятий, есть манипуляция. Со стороны Путина тоже, естественно, было много манипуляций. Единственная правда, которую он сказал, это что мы организовали референдум, ну, то есть так называемый референдум в Крыму. И, по-моему, это единственная правдивая фраза за всю конференцию со стороны Путина. Но он же там добавил по стандартам Организации Удивных Наций. Ну да, то есть как бы, во-первых, мы, это Российская Федерация, и так действительно это правда было, поскольку, так называя референдум, это было просто одной спецоперацией. Второе, в никаком соответствии Устава ООН и других международных документов этот референдум не был, поскольку право нации на самоопределение, оно действительно есть определено, есть, правда, суверенитет территориальная целостность тоже как понятие. Так вот, в Крыму никакие русские, никакие украинцы, никакие другие нации, кроме крымских татар, караимов и крымчаков, не имеют права на самоопределение. Поэтому так называемый референдум с точки зрения, я имею в виду только правовой точки зрения, международно-правовой, он является ничтемным. С точки зрения украинской конституции, не может быть референдума по отделению от Украины, если нет всеукраинского референдума. Поэтому, соответственно, с точки зрения украинского законодательства, это просто ложь. И то же самое с точки зрения российского законодательства, поскольку оно было там тоже нарушено, мы об этом, ну, это дело россиян, как они склоняют свою конституцию. А важнейший момент, не можно считать любое волеизвеление народа законным, легитимным, если оно происходит во время оккупации. И вот я просто, я уже не один раз проводил параллели с оккупацией балтийских государств. В 1940 году то же самое происходило в Эстонии, когда Красная Армия доблестная пришла, фактически сбросила правительство. Потом в течение недели были проведены так называемые выборы. Естественно, в это время НКВД занималась чистками демократов, националистов и всех тех, кто мог бы выступать против. Потом, естественно, коммунисты, и особенно импортированные из Советской России, пришли к власти. И вот в окружении доблестной Красной Армии парламент проголосовал за создание Эстонской Советской Социалистической Республики. И потом, на следующий день, о присоединении к Советскому Союзу. То есть тот же самый сценарий, через 70 лет он был повторен в Крыму. Поэтому ничего нового здесь нет. НКВД-исты не креативный класс, они ничего не придумывают, они просто копируют. Естественно, нельзя верить ни одному слову человеку, который убивал своих сограждан. Я имею в виду чеченские воины, я имею в виду взрывы в российских городах, я имею в виду конкурентов на выборах, политических оппонентов. И Немцов это просто-напросто последний такой. Я не говорю уже о журналистах, которых во время президентства Путина было убито в 6 или в 7 раз больше, чем во времена Ельцина, когда был разгул преступности и так далее. Я уже не говорю за войну в Грузии, в Украине, преступления в Сирии, вмешательство в выборы, переворот в Черногории. Кстати, надо ожидать в Северной Македонии тоже чего-нибудь, какого-то такого момента, поскольку уже, собственно, эта страна приглашена в НАТО. И учитывая, что Балканы являются мягким подбрюшем Европейского Союза, учитывая историю с Черногорией, учитывая влияние России на Сербию, на другие балканские страны, то вполне возможно, там можно чего-то ожидать, какой-то активности, чтобы дальше расшатывать евроатлантическое единство и, собственно, со самым НАТО. Ну, Александр, давайте мы постараемся очень внимательно, как это делают дипломаты, без эмоций, разберем о том, разберем то, что говорил каждый из президентов вчера, потому что это важно для Украины, многие даже писали о том, что это может повлиять вообще на судьбу мира, то есть глобально, по-настоящему ценили это. Но что меня поразило, просто вот с точки зрения наблюдения, что мне так показалось, по крайней мере, возможно, вы как дипломат меня исправите, но Путин вышел на эту пресс-конференцию, и видно было, что он был готов. То есть у него в руках были карточки, вот, как знаете, журналистский такой формат, когда, и у меня создалось такое впечатление, что эти карточки были написаны заранее, ну, например, там, Лавровым, еще там дня за три, и просто были, может быть, немножко там скоррелированы как-то. Трамп вышел без такой бумажной поддержки. И у него бумага была. Была какая-то, да? Причем там было от руки написано, по крайней мере, с обратной стороны. Я заметил, обычно тезисы к беседам, они, это традиционная, скажем так, форма, готовят всех, практически, высоких должностных лиц, готовят профессионалы, обычно такие встречи, либо Министерство иностранных дел, либо Совет национальной безопасности, в зависимости, какие вопросы. Вот, естественно, администрация там это формирует и печатает в удобном виде. По большому счету, там есть какой-то тезис и, возможно, как-то справочная информация к сведению. И, собственно, это дает возможность, если человек в теме, то просто-напросто это как оглавление, он просто, чтобы не забыть ничего. Ну, как причина, keep points. Да, иногда важно четкую дать формулировку, не просто мысль передать, да, очень часто, и вот в этом смысле есть еще такой дипломатический документ, как non-paper, то есть не документ, то есть он не считается как документ, но там обычно выписывают какую-то четкую фразу, чтобы другая сторона со слуха не сделала каких-то там неточных выводов, у них просто есть формулировка. Но это не считается официальным документом, его, как говорится, не пришьешь. Поэтому я согласен с вами. Ну, давайте посмотрим. Трамп приехал на европейский континент, ну, так, значит, наезжая, грубо говоря, на Европейский союз, рассказывая, что он вообще может из НАТО выйти, или же он не будет защищать те страны, которые не платят достаточно. Вот, потом он там получал Терезу Мэй, ну, то есть он, так скажем, прошелся как ураган по Европе, а потом... Ну, и с Меркель он поговорил, он вчера, кстати, об этом и сказал, что он был достаточно жесток в разговоре с Мэй, селось на этот Северный поток-2 и будет русским платить большие деньги и в то же время хочет, чтобы Америка их защищала, где же как бы эта геразумная вещь. А уже, когда он говорил с Путиным по поводу Северного потока, он говорил не с точки зрения стратегии, не с точки зрения того, что Европа будет совершенно другая, что там будет Россия в большом счету доминировать, если этот газопровод будет построен. Он говорил с точки зрения соперничества на газовом рынке, что есть абсолютно не соответствует действительности, это инструмент влияния, естественно. То есть энергетика с точки зрения России это не бизнес чистый, потому что тоже самое монополия Газпрома, она государственная монополия, это кошелек по большому счету Путина и для его спецопераций, для пропаганды, ну я уверен и для личных потребностей в том числе. Поэтому говорить, что это экономический проект, это значит просто вводить себя в заблуждение. А Украина как никто другой знает это, поскольку у нас каждый год были проблемы с поставками газа, нам демонстративно закручивали вентиль и так далее. Что это как не собственно энергетическое оружие. И поэтому я согласен с вами, что Трамп был не готов к этой встрече, он полагался на какую-то свою харизму, если она у него есть. Ну например для телешоу наверное да, а с точки зрения политики наверное нет. Два дня перед встречей он провел отдыхая, играя в гольф и встречаясь с кем-то на своем эстейте в Шотландии. А Путин однозначно готовился, потому что для него эта встреча была важна. Он бы в любом случае выиграл, то есть Путин бы в любом случае выиграл, потому что он показал, что он не в изоляции. Первый выигрыш ближайший был это естественно чемпионат мира по футболу, который к сожалению не пробайкотировали страны, которые находятся даже в состоянии агрессии со стороны Российской Федерации. И являются членами нормандской четверки тоже. Ну нормандская четверка, НАТО, это первый момент. Вы знаете, даже очень интересно по BBC был такой репортаж и журналист спросил мнение нескольких британцев, которые были собственно в России и они все сказали буквально главные тезисы о том, что им очень понравилась была замечательная обстановка и все, что BBC и другие западные медиа говорят о России это ложь. То есть россияны очень хорошие, никакого там преследования, ничего этого нет, это все как бы фейт-ньюс, так называемые. То есть получается, что это как не победа мягкой силой России. И соответственно выиграв чемпионат мира по футболу, а Путин выиграл этот чемпионат информационно однозначно, он это развил в том, что видите со мной Обама говорил, что я и Россия вообще региональный лидер, а я показываю, что я глобальный лидер. По большому счету есть два момента, на которых крючочки, на которые Путин купил или подвесил Трампа. Я не говорю за компромат, это такое дело, знаете, это спекуляции, а вот реально. Первое, это собственно боязнь Трампа, что как бы, точнее так, нежелание Трампа признать, что было вмешательство российское, и что оно хоть как-то, неважно, то есть оно существенно, несущественно повлияло на результаты выборы. И поэтому, вот когда он говорил честно, сильно, авторитетно Трампу, что мы не вмешивались, это может быть какие-то частные граждане, но государство российское здесь ни при чем. Как бы, это очень важный момент, который дал возможность решить другие вещи. И второй вопрос, это, собственно, как я бы сказал так, мания величия. Потому что Путин продавал свою старую тему, мы же два ядерных государства, мы отвечаем за весь мир, ну почему у нас такие плохие отношения, мы должны, значит, быть в хороших отношениях, и мы должны говорить о сокращении ядерных вооружений. То есть вот эти две вещи. Но это то, что вчера Трамп говорил, 90% ядерного оружия находится у нас. это правда, абсолютно. Но самолюбие и вот, собственно, вот это, такая, скажем, гигантомания в мышлении, это то, что как бы слабые места, которые Путин очень хорошо обыграл. Да, 90%, но смотрите, в советские времена, когда это оружие, собственно, было создано, была неприберимая борьба идеологическая и в том числе там военные столкновения за территорией европейского контента не было непосредственных стадий. Но постоянно были воины. Афганистан была последняя, которая похоронила Советский Союз, но была Корея и там другие. То есть была идеология, которая абсолютно была противоречила другой идеологии. Какая у Путина идеология? То есть идеология против Запада это не идеология, это подход, то есть это инструментарий. То есть ему не нравится роль его и его страны в том мире, который сложился после 1991 года. Но это не идеология. Поэтому уничтожить Запад просто потому, что он ему не нравится, это как-то, ну знаете, это немножко больной головы. Путин не является сумасшедшим. То есть он рационален в своем нерациональном мире или в своем, скажем, альтернативном мире, где есть заговоры в Украине революция это переворот там ЦРУ, конечно, потому что как же граждане могут выйти против проворавшейся и того человека, который дал команду убивать своих сограждан. Ну в России же нормально происходит это все, то есть как бы можно бить, сажать, вот никто же не выходит, ну просто походили с ленточками туда-сюда. То есть и в Украине такого не может быть, а уж не говорю там в других странах. Вот поэтому его такое мировоззрение искаженное, но он пытается его навязывать. И к сожалению, на этой встрече Трамп поддался и он попал в это мировоззрение. То есть попал в мировоззрение, где можно верить бывшему КГБисту, человеку, который уже есть не одно доказательство вмешательства в внутренние дела других государств. Он поверил ему больше, чем своему разведсообществу, которое является внепартийным, оно является профессиональным. Да, проколы, конечно, были в разведсообществе, например, то же самое по Украине. Их, скажем так, отчеты по намерениям России оказались ложными. Ну, то есть они ошиблись. Но прочитать намерения это одно, а установить факт вмешательства, особенно в наше время, когда есть цифровые отпечатки, раньше были отпечатки физические, сейчас цифровые, тем более, учитывая, что Соединенные Штаты являются лидером в технологическом плане, и те технологии, которые у них есть, позволяют им отслеживать, несмотря на такие ухищренные схемы запутывания и так далее. То есть это как бы это факт. Поэтому проблемный саммит, мы, конечно, посмотрим, надо его отделить от эту пиаровскую составляющую, очень важную для двух этих главных деятелей, от того, что будет происходить дальше. Потому что то, что Трамп сказал, что хорошая идея, и мы поручим нашим Советам национальной безопасности найти, скажем так, более конкретные точки соприкосновения начать работать. А в Совет национальной безопасности Соединенных Штатов возглавляет Джон Болтон, традиционный такой хардлайнер, жесткий республиканец, который достаточно жестко высказывался по поводу Путина, его системы буквально перед назначением. Но это не помешало ему ехать к Путину и договариваться об моментах встречи Путина и там? Нет, так это абсолютно нормально. Здесь же дело в том, что в американской риторике они Россию не называют враговым. Они называют его соперником, противником. Есть стратегия национальной безопасности, есть другие документы стратегические, которые определяют следующий порядок врагов. То есть есть те страны, которые непосредственно угрожают, это Северная Корея и Иран. Потом есть соперники, то есть это долгосрочные угрозы и вызовы. Это Китай и Российская Федерация. И терроризм только идет на третьем месте. То есть негосударственные факторы. Хорошо, что господин Макмастер был советником по национальной безопасности. Собственно, он сформировал такую архитектуру. И, собственно, под эту архитектуру уже готовятся и решения, и выделяются деньги, и уже то, что называется эти берцы на земле, то есть усиливаются союзники. Если мы говорим про Европу, идет модернизация инфраструктуры, идет заказ нового вооружения. флот достаточно сильно обновится американский. Новые структуры командования и в НАТО, и американские созданы, которые, собственно, будут противодействовать Российской Федерации. То есть одно дело риторика президента, другое дело принятые решения в сфере национальной безопасности, которые воспринимают Россию как угрозу. Ну вот я прочитала заголовки основных там изданий, информационных агентств и везде, как правило, негативные оценки того, как вел себя Трамп. Но не кажется ли вам, что мы преуменьшаем на самом деле и, может быть, не до конца понимаем, что хотел добиться Трампа, чего он добился? Вот если объективно посмотреть со стороны то, что вчера произошло, то по большому счету Трамп добился двух вещей. Собственно говоря, то, что он и обещал. Первая вещь, как мне кажется, это вот вы сейчас, мне просто интересно, я наверняка ошибаюсь, вы, может быть, меня поправите. Первая вещь это то, что он обращался к своим избирателям, к тем, кто по большому счету его поддерживал, готов поддерживать. Он им сказал, видите, я вам всегда говорил, что Путин не вмешивался и Путин публично это подтвердил. То есть для него признать информацию своей разведки это же невыгодно с политической точки зрения. И он это использовал. И тут Путин сказал, да я просто фактически клянусь, что мы этого не делали, я вообще его знать не знал, вообще не знаю, кто он такой. И для простых американцев, которые голосовали для Трампа, это, наверное, было очень важно. И второй момент, который тоже был для него важен, и вы об этом тоже говорили, и за кадром сегодня мы говорили, и писали об этом, что по большому счету Трампу тоже важна ситуация в Сирии, и Израиль тоже интересный момент. Я обратила внимание, что еще накануне встречи многие прогнозировали, что Трамп будет говорить о безопасности Израиля с Путиным, потому что он это обещал, это его позиция. И Путин подтвердил, что Трамп выполнил свои обязательства по отношению к Израилю. Вот давайте все-таки посмотрим, на чем играл Трамп, шел ли он в банк, что он может выиграть, и на самом деле действительно ли ситуация в Сирии может так повлиять на какое-то сотрудничество между Америкой и Россией. Потому что, но ведь Трамп тоже не глупый человек, и он наверняка понимал, что он делает. Ну, безусловно, он вообще и Путин, и Трамп очень сильно играли на поле своего электората, или там своего плебса, или своих граждан. Как мы говорим. Значит, тут у Путина был интересный момент, такой, когда он говорил, что давайте, если у вас есть претензии у господина Мюллера, что мы там вмешались, у нас есть соглашение, и давайте, значит, они могут приехать, или же мы можем опросить и дать сведения. Это, конечно, абсолютный бред. Никакой американский, уважаемый себя американский государственный служащий или, собственно, агенция этого не будет делать по простой причине. Ну, представьте себе, если подозревать Путина, как того, кто дал команду своим спецслужбам, в данном случае ГРУ, вмешаться взломать сервера американских политиков, прежде всего, демократического кандидата, то как это будет происходить, что его же прокуратура, Следственный комитет будет допрашивать этих офицеров, которым, скорее всего, дали награды уже, повысили по званиям, и он будет их допрашивать, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, которые есть в Мюллере. Но это глупо, конечно. Тем более, естественно, что Россия не собирается выдавать этих людей, учитывая Конституцию, учитывая, что это же собратья, это же разведчики, потому что есть две касты, по большому счету, у Путина. То есть, это один момент. Второй момент, если мы говорим о вмешательствах, Путин сказал, что американцы тоже смешивались в наши выборы. Трамп ничего не ответил на это, и доказательств вмешательства американцев в российские выборы их просто нет. И, соответственно, это было исключительно направлено на домашнюю аудиторию в России. То, видите, мы просто двоеборство такое, а Трамп играл исключительно на свою аудиторию. Это вы правильно сказали, что он защищал свое президентство, он не хочет, чтобы ни одного облачка над ним не пролетело, и так далее. Это да, такой момент был. Но, с другой стороны, знаете, наверное, есть определенное мужество, чтобы признать, что факт был, тем более, есть доказательства определенные. А играть немножко на другом поле, что оно не повлияло. Тем более, никто же не говорит, что раз выборы произошли с вмешательством, то давайте мы переиграем, или он не настоящий президент, и так далее. Об этом лишь речь не идет. Ну, это может быть следующим шагом. Речь идет только о том, чтобы Россия прекратила свое вмешательство и, соответственно, понесла какое-то наказание. Ну, наказание определенное несет. Есть санкции, есть вот сейчас, я думаю, американский суд рассмотрит подозрения, которые господин Мюллер выдвинул в отношении 12 разведчиков. То есть, как бы, это отдельная тема. Вот. Поэтому, то есть, как бы, действительно, играл на своем поле, старался убедить и показать, что, вот видите, я аж во благо американских интересов. И, да, он как бы забыл о союзниках, он забыл о Украине. Хотя, украине, кстати, тоже там сказали, и тоже со слов Путина, что позиция жесткая, она не изменилась, что американцы считают нелегальным аннексию, да, а мы, типа, считаем по-другому. Ну, мы вернемся еще к Украине. вот. И вот, собственно, по Ближнему Востоку, по Израилю, что произошло? Вы понимаете, как бы, на самом деле, перед саммитом Путину нечего было предложить равнозначного для обмена с Трампом. Если мы говорим про Сирию, то уже война дошла до такого уровня, когда дальше продвигаться фактически невозможно. Ну, то есть, с ИГИЛом почти разобрались. Дальше, пространство Асада русские не могут расширить, поскольку там есть курды, которые поддерживаются американцам, там есть спецназ американский, мы помним историю, когда расстреляли так называемых этих вагнеровцев, когда они подвинулись достаточно близко к американцам. Вот. Там есть даже и французский спецназ, немножко ведет свою деятельность. Вот. Вот, естественно, есть Иран. Каким образом Путину легитизировать то, что произошло, то есть, то, что как бы он силой оружия распространил сферу влияния Асада? Только через Совет Бедопасности ООН, где Соединенные Штаты имеют право вето и без их, естественно, согласия, без компромисса с ними ничего сделать невозможно. То есть, Путину больше нужны Соединенные Штаты на данном этапе, чем наоборот. Второй момент. Вопрос Израиля и Ирана, присутствия Ирана. Иран был традиционным союзником Сирии с глубоких 70-х, 80-х годов. И, соответственно, сыграл достаточно важную роль в этой войне, потому что они по большому счету были мясом. Если русские использовали авиацию, да, там был спецназ, но по большому счету тут как бы из иностранных войск Ирана-то самые крупные подразделения были. Вы же помните, в прошлом году, ну, буквально там раз в две недели какого-то генерала иранского убивали. Вот. И как их оттуда выдавить? Россия не может ее выдавить ни физически, то есть ограничив их какой-то доступ, ни с точки зрения своих интересов, поскольку это союзник в регионе. Есть проамериканские страны, да, которые, кстати, вот буквально недавно был выток информации по поводу того, что и израильтяне, и Саудовские Аравии, представители, разговаривали, пытались лоббировать интересы России в Сирии, то есть, грубо говоря, что за счет того, что Украину сдадут часть ее интересов, русские готовы немножко ограничить присутствие иранцев. Но, слава Богу, это не произошло, и, в принципе, физически, как я уже говорил, это не может произойти. Поэтому, да, он говорил об Израиле, говорил об Иране, но, с другой стороны, Путин не может ничего предложить более чем, чем там есть. То есть, какие-то небольшие послабление может быть, но, в целом, кардинальная ситуация не изменится. То есть, Путин не может повлиять на Иран? Безусловно. Тем более, что, смотрите, когда Трамп выбрал путь односторонний такой, разорвал соглашение с Ираном, где Россия была одним из гарантов, то есть, он выкинул Россию с переговорного процесса. То есть, она не нужна. И сейчас идет давление, вот на прошлой неделе американцы ответили европейцам, что не будет исключений с санкционной политики в отношении европейских компаний, которые имеют бизнес в Иране. То есть, это показывает серьезность намерений Вашингтона более сильно давить на Тегеран, для того, чтобы получить, ну, скажем так, более приемлемые условия нового соглашения, да, или там попытаться как-то подвинуть нынешнее правительство, ну, что маловероятно, да. То есть, как бы, односторонние действия Трампа, они просто-напросто уменьшают пространство для маневра Путина. То же самое в Северной Корее. Россия была частью переговоров, но когда произошел Сингапурский саммит, фактически были выкинуты все, и ненужные части, как Россия, да, и нужные части, как Южная Корея и Япония, и там тоже есть определенные нюансы, потому что учитывал ли Трамп интересы своих союзников в такой мере, как они этого хотели. Потому что, на самом деле, первые страны, которые пострадают от конфликта, возможны, а он еще возможен с Ким Чен Ином, поскольку есть боезаряды, есть средства доставки, да и есть, собственно, как бы и обычное вооружение, которое позволит, вот, Рэнд Корпорейшн провел стимулирование конфликта, и в первые сутки четверть миллиона южнокорейцев могут погибнуть в конфликте. То есть это сумасшедшая, ну, то есть такая война, которую мы давно не видели. Я уже не говорю про Японию, до которой долетают ракеты и так далее. Вот поэтому, поэтому, скажем так, эти союзники беспокоятся. Ну, вопрос, как бы, к Соединенным Штатам. Соединенные Штаты, выкинув всех из переговорного процесса, прежде всего, Российскую Федерацию, они обрубили те точки соприкосновения, которые всегда Россия использовала. Есть Украина, это Вокер Сурков, который, ну, фактически, уже не работает сейчас. Есть Сирия на уровне военных, то есть это технический канал, и больше фактически ничего, все заморожено. И, собственно, как бы, одной из побед Путина на этом саммите или там переговорах этих стало то, что решили восстановить этот диалог. Потому что, как бы, смысл замораживания диалога, смысл санкций Запада был в том, чтобы изменить поведение Путина. Оно не изменилось. И теперь, ну, скажем, Трамп говорит, что давайте восстанавливать диалог. А это то, что надо России. Потому что, когда будет диалог, будет возможность манипуляции, будет возможность, скажем так, не изменяя свое поведение, договариваться о чем-то с другой стороной. Означает ли это возобновление диалога ситуацию, когда Путин и Россия становятся глобальным игроком? Ну, я бы не сказал бы глобальным, но, по крайней мере, по некоторым вопросам у них есть возможность как-то повлиять. Потому что, естественно, глобальность, она определяется не наявностью ядерного потенциала способно уничтожить мир, а ресурсами, собственно, которые можно задействовать и выполнить какие-то, решить какие-то свои задачи даже без, или сопротивлением, или без сопротивления другой стороны. Вот, например, на европейском континенте есть НАТО, есть Европейский союз, там сложно. Можно только расшатать эти организации. В Украине, да, можно Украину бомбить, можно продолжать этот конфликт дальше, как он есть, можно оккупировать Крым, можно продвигаться, как сейчас происходит в Азовском море, фактически, отсекая море от возможности торговли морем. Я уж не говорю про защиту границы и передвижения нашего флота. Вот, на Ближнем Востоке, да, есть некоторые вопросы, которые Россия может решать, потому что она присутствует в Сирии, потому что там есть военно-морской пункт, потому что там есть системы ПВО, которые покрывают часть турецкой территории, часть Кипра, где есть, скажем так, базы военные Британии. Вот, естественно, корабли могут влиять на ситуацию в Средиземном море, Черное море, оно фактически стало Русским морем. Несмотря на то, что Турция мощное государство и флот намного больше, чем у Российской Федерации, но его большая часть флота находится в Средиземном море, а не в Черном море, да, и учитывая прощенные долги и Турецкий поток-2, торговлю и все-все-все это, то есть мы понимаем, что Турция будет лавировать, она, с одной стороны, заинтересована в Западе, но, с другой стороны, она понимает необходимость экономического сотрудничества с Российской Федерацией, второй момент, понимая возможность России дестабилизировать ситуацию и с курдами, и в Сирии, как таковой, соответственно, они будут пытаться как-то найти какой-то компромисс между вопросами безопасности с Россией, то есть угроз с Россией, и сотрудничество с Западом. Ну, когда Трамп говорил на своей пресс-конференции, даже отвечал на вопросы, то ни одного слова я не услышала от него, связанного с Украиной. Может быть, я ошибаюсь, вы меня исправите. А вот, что касается Путина, это его заявление о том, что Минске все-таки нужно выполнить и тщательно выполнить, и что американское правительство могло бы надавить на украинское руководство в этом смысле, конечно, вызвало такой одобрительный кивок со стороны Трампа. И вот, давайте все-таки поговорим, вы думаете, что многие же ожидали, что вот все-таки Трамп, хотя публично, конечно, на вопрос там признал и Трамп Крым российским, Трамп не ответил, но ответил Путин. И Путин сказал, что нет, Трамп не признает, но для нас этот вопрос решен. Вот, что вы думаете, вот вы очень хорошо сказали, нужно отделить пиар от того, что мы увидим в реальности. Давайте вот, вы тоже помогите нам отделить пиар от того, что мы можем увидеть в реальности в ближайшее время. Ну, уже есть зарегистрированный законопроект в Конгрессе о том, что будет законодательно закреплена политика непризнания Крыма. Это точно параллель соответствующего подхода Уэллиса, госсекретарь в 40-х годах и после оккупации Советским Союзом Балтийских государств, Соединенные Штаты не признавали этих так называемых республик и, соответственно, вхождение их в Советский Союз. И, собственно, это как бы будет позитивный момент. То есть, грубо говоря, конгрессмены ограничивают поле маневра Трампа на российском направлении. Есть закон про противодействие соперникам США через санкции, где, кроме очень хорошей компанией, Северная Корея и Иран и Российской Федерации. И, собственно, в этом самом большой части пророссийскую Федерацию кодифицированы все санкции, введенные исполнительными приказами Обамы, поскольку это прерогатива исполнительной власти. И, собственно, законодатели сделали невозможным отмену каких-то санкций без того, чтобы было разрешение Конгресса. С другой стороны, конечно, некоторые вещи, которые Конгресс принимает, президент может не выполнять. Ну, например, то же самое заложено в бюджет какие-то деньги и помощь. Ну, то же самое нам, да, в Украине, военная помощь и так далее. И, естественно, это зависит от президента, от министра обороны, будут ли эти деньги использованы для передачи вооружений, тренировки или каких-то других вещей. Соответственно, то есть, как бы здесь есть определенный люфт. Но конгрессмены пытаются защитить национальный интерес Соединенных Штатов от вот такого необычного, как его сейчас называют, президента. Вот. С точки зрения Украины, оно до последнего момента, то, что было озвучено господином Уокером, оно абсолютно соответствует действительности, то есть, сущности конфликта, никакая гражданская война, это является вторжением агрессии России, там присутствуют российские войска на Донбассе, и, собственно, говорить и сравнивать, вот так вот, уравнивать стороны неправильно. И, соответственно, Вокер говорит о том, что конфликт можно решить, выполняя Минские соглашения, но, естественно, основная вина в этом лежит не на украинцев, которые защищают часть своей территории, чтобы эта вся пророссийская зараза и, собственно, как бы российские вооруженные силы, так называемые трактористы и шахтеры не расползлись дальше по Украине. И надо выполнять Минские соглашения. Они четко написаны, они пронумерованы, есть сначала идут первые, это вопросы безопасности, и только когда они решены, создаются благоприятные условия для того, чтобы идти дальше, выполнять политическую составляющую. Русские хотят по-другому, они хотят убивать украинцев, то есть оккупировать часть территории, а тем временем навязать финляндскую модель, как финлянизацию провести Украины, либо что-то другое, такое гибридное, выгодное, и только потом готовы вывести оттуда свою технику, свои вооруженные силы, ну, в какой-то мере, потому что я абсолютно не уверен, что русские оттуда уйдут. Несмотря на то, что Донбасс им совершенно не нужен, своего угля у них достаточно, или там металлургических предприятий, такое количество иждивенцев, которое осталось на Донбассе, потому что, понятное дело, что в большей мере продуктивная, креативный класс, то, что называется, часть, она уехала, они собираются в ближайшее время туда возвращаться, то есть остались либо те, кто не мог уехать, те люди, которые находятся в нужде, пенсионеры и так далее, поэтому это надо как-то кормить все. Вот, естественно, это было бы лучше вернуть Украине, ну, на условиях, естественно, России, то есть ограничение суверенитета. Слава Богу, что на это даже там, я не говорю про пятую колонну в Украине, типа ОПО-блока или Зажиття, там все эти политические проекты, пророссийские, но все остальные, они говорят, что это неприемлемо, слава Богу, что они не давят, не пытаются проломить или изнасиловать украинскую конституцию, чтобы внести вот эти вот пункты об ограничении нашей возможности стать членами НАТО и Европейского Союза. Вот, а это самое главное, что, как бы, по большому счету надо Российской Федерации, чтобы Украина осталась сначала в буферной зоне, а потом, соответственно, через время она будет дрейфовать в сторону российской модели, учитывая, что олигархат с, скажем так, создан из одного того же самого теста, есть экономические связи, которые очень сильно нас держат с Россией, вот, и, соответственно, коррупционная составляющая, которая, ну, пуще всех других нас привязывает к России. Вот поэтому, то, что они хотят, и, собственно, как бы, то, что Путин фактически сказал, давайте мы, то есть, как бы, минские соглашения, это фактически капитуляция Украины, и тогда мы готовы вывести, или, по крайней мере, прекратить эту бойню. Очень давно, очень кто-то хорошо сказал, что если прекратят стрелять российские пушки, то прекратится война, а если прекратят стрелять украинские пушки, то тогда прекратится Украина. И вот, как бы, этот тезис очень, как бы, четко показывает ситуацию и куда клонит, по крайней мере, и господин Путин. Александр, вот, когда Путин вчера сказал о том, что нужно вот как-то надавить на украинское правительство, чтобы выполнить минские соглашения, и, собственно говоря, выходя из буквы закона, или как там это, я не знаю, конечно, минские соглашения это никакой не закон, и все это понимают, и это даже не договор, но в любом случае, там, буквы соглашения, да, а в западном мире все-таки признают такие соглашения, да, если они даже не до конца подписаны. Так вот, с точки зрения, там, буквы соглашения, западный мир и в лице, там, Германии и в лице Франции, и в лице того, тех же Соединенных Штатов, ну, собственно говоря, согласны же с выполнением Минска, то есть никто ничего же другого не предлагает, то есть по большому счету, ну, а почему бы нет, могут они это принять, это очень важно, и второе, почему Трамп никак не отреагировал на это? Вот вы же обратили, наверное, наверняка на это внимание, вот то, что Трамп промолчал, означает, и просто согласился вот так, кивком головы, означает ли это, что все-таки западный мир предпримет усилия давить на Украину для того, чтобы решить свои какие-то другие глобальные вопросы и проблемы? То есть произойдет ли, ну, если хотите, такая большая сделка да, которая там в той или иной степени говорила? Ну, давайте начнем с точки зрения легитимности, законности этих соглашений. Ну, во-первых, с точки зрения украинского законодательства они являются никчемными, поскольку они были подготовлены в нарушение закона Украины про международные договора, были подписаны бывшим президентом, а он, естественно, от имени государства Украины ничего не может подписывать, какие бы ему полномочия кто бы не давал, то есть он является государственным служащим или политиком. Потом, следующее, способ, каким бы можно было легализировать или ввести в правовое поле, это было какое-нибудь голосование Верховного Совета, и в частности Порошенко пробовал это сделать в законе так называемом про деоккупацию, но, слава Богу, и общественная реакция, и реакция политических, патриотических политических сил в парламенте не позволили это сделать, то есть Минск не стал частью украинского законодательства, и не деформировал украинскую конституцию, потому что на самом деле они противоречат украинской конституции. С точки зрения международного права то же самое и есть Венская конвенция по международным договорам, и он не соответствует ни по форме, ни по содержанию, тем более, что невозможно считать легитимным документ, который был подписан во время агрессии, то есть под большим давлением, то есть его изначально не можно считать равноправным договором. И с точки зрения когда россияне очень часто говорят, смотрите, есть резолюция Совета Безопасности, вот действительно резолюция есть, но давайте мы посмотрим какое количество есть других резолюций по любым вопросам, прежде чем вот Израиль, антиизраильских резолюций в год десяток, полтора, сколько из них исполняются и сколько из них скажем так есть система принуждения для того, чтобы Израиль ее выполнял, этого нет. Поэтому ни с точки зрения легитимизации того, что было подписано в Минске, ни с точки зрения международного права украинского и собственно ООН эти документы не можно считать обязательными к исполнению. Другое дело, что господин Порошенко твердил свою мантру без альтернативности и когда все начали повторять эту мантру. То есть это как бы тот человек, который ее ввел в обиход. До этого не было. И то же самое это тот человек, который позволил привязать выполнение минских соглашений к санкциям. Потому что раньше санкции вводились, ну первый за Крым понятное дело аннексию, а потом в отношении Донбасса сбитие малазийского Боинга, ну оно было как бы связано с агрессией против Украины. На самом деле самые больные санкции были введены после того, как русские сбили этот авиалайнер. Так вот, они были привязаны к тому, что прекратится агрессия и тогда будут санкции сняты. А сейчас они к сожалению привязаны к Минским соглашениям. То есть это любое развлечие. Минск? Ну, теоретически, потому что, естественно, это суверенное право Европейского Союза, Соединенных Штатов, Канады, Японии и других цивилизованных стран решить, что агрессия закончилась и тогда мы можем снять санкции. И они могут это сделать прямо сейчас, даже если не выполнен Минск, даже если агрессия не продолжается, потому что это как бы их суверенное право. То есть они ограничили отчасти свои экономические интересы и так далее в интересах национальной безопасности своих стран и объединений в интересах сохранения или точнее восстановления мира в Европе. И поэтому это их право. Здесь никакой связки на самом деле не должно быть с Минском. И, к сожалению, украинская дипломатия это прозевала или, может быть, она намеренно это сделала, но в любом случае это большой негатив. То есть это неправильно. И поэтому это одна составляющая, если мы, скажем, говорим по Минску как таковому. Вторая, есть же прочтение Минска. Как я уже говорил, есть пункты. И я не знаю ни одного случая, чтобы военный конфликт по таким документам прекращался и какие-то политические действия происходили, когда происходят боевые действия. Как мы можем назвать хотя бы минимум легитимными законами выборы, если происходит то есть конфликт продолжается, если не присутствуют средства массовой информации свободно, если нет политических сил любых, да, там, скажем, граждане могут не проголосовать. Например, дончане не захотят, они могут не голосовать за правый сектор или какую-то другую националистическую партию или организацию. Это их право. Но право присутствовать там, если это законно зарегистрировано на территории Украины организация, они имеют. Мы можем себе представить такое, завтра прекращается стрельба, чтобы правый сектор мог агитировать и баллотироваться. Абсолютно нет. Следующий момент, если украинские суды и правоохранители органов, которые первые организации, куда должны обращаться граждане Украины, если есть нарушения. Следующий момент, а, скажем так, какие структуры там присутствуют, кто может, кто является, ну, то, что называется, игроками на месте. У нас есть Ахметов и другие олигархи Донецкого там, разлива, вот, которые контролируют большую часть экономики, соответственно, на этих предприятиях, которые они контролируют, работают рабочие, которые, собственно, являются, с одной стороны, мы знаем, что, скажем так, вот, как раз какие-то отличительные особенности востока Украины, когда патернализм, когда не прислушаются, а слушаются команды начальства, когда есть угрозы и прочие вещи, и, собственно, можно себе представить, кого эти люди могут выбрать. То есть, я о чем говорю? Не о том, что этих людей надо поразить в правах, и чтобы они никогда не голосовали, и вообще запретить им это делать. Я говорю о том, что логично, и это соответствует практике, когда должен быть определенный стабилизационный период, когда эти люди, перестанут ожидать бомбардировок, взрывов, когда они перестанут видеть на улицах пьяный этот сброд с оружием, когда они почувствуют, что такая нормальная жизнь. Постконфликтный синдром никто не отменял. С этими людьми надо будет работать. И только через какое-то время уже можно говорить о том, что, ощутив свободу, ощутив безопасность, эти люди могут более-менее взвешенно подходить к своему выбору, кто должен им управлять на уровне района, города, ну и, собственно, там и выше. Поэтому эти выборы и в принципе не могут быть проведены сейчас. И даже, по-моему, если завтра прекратится стрельба, в ближайшие 5-7 лет точно никаких выборов там не может быть, по причине, от которой я сказал, сумасшедшего влияния, пропаганды, постконфликтного синдрома, хотя он еще на самом деле конфликт не закончился, поэтому сложно его так виртуально даже называть. Вот все, что вы сказали, я готова подписаться под каждым вашим словом, но разве это имеет хоть какое-то значение? Это же наше понимание ситуации в нашей стране, а есть понимание лидеров других стран, которые исходят из защиты своих собственных интересов, интересов своих стран. Так вот я все-таки уже в завершении нашего интервью все-таки повторю свой вопрос. Считаете ли вы, что Запад начнет оказывать серьезное давление на Украину с целью выполнения Минских соглашений? Считаете ли вы, согласны ли вы с президентом Порошенко, который вчера сказал, что Трамп не сдал ни одного украинского интереса? Ну, извините, в песне слов. Мы посмотрим на действия, потому что слова это одно, тем более мы об Украине слышали из уст человека, который, собственно, и начал агрессию против Украины, оккупировал Крым, анонсировал и продолжает каждый день убивать украинских граждан. Поэтому, я думаю, этому человеку точно верить нельзя. И то, что Трамп стоял, подмахивал головой, как бы это не является, скажем так, свидетельством того, что политика Соединенных Штатов кардинально изменится. Тем более, что да, президент отвечает за национальную безопасность и внешнюю политику, но роль Конгресса никто не отменял, и, соответственно, Конгресс будет корректировать. А я уже не говорю про ближайшее окружение и сферы национальной безопасности и внешней политики. Хотя, вы знаете, буквально вчера бывший посол США в России, Макфол сказал, что, по большому счету, эти люди, я имею в виду профессионалы из сферы национальной безопасности, должны принять решение и, наверное, кто-то из них должен уйти в отставку. В том числе, собственно, директор национальной разведки, поскольку его целостность, его взглядов, его профессионализм был поставлен под сомнение. Ну и потому сложно с таким человеком, такому человеку, точнее, работать с таким начальником, как Трамп. С точки зрения давления, вы знаете, Трамп сам разрушает то, что называется Запад. Вот вы говорите, может ли Запад давить. Есть сумасшедшее количество, уже увеличилось этих трещинок между США и Европейским Союзом, союзником по НАТО. Саммит прошел очень успешно, и там вот эти все вещи были сглажены, но все равно определенное недоверие оно есть, и, скажем так, вот этот раскол он не преодолен. Он, остается. Поэтому, как Трампу организовать вот это давление на Украину всего Запада? Ну, потому что, по большому счету, на Украину готовы были давить и Германия, и Франция. Не совсем. Для выполнения местных соглашений, давайте вспомним интервью посла Германии, когда он говорил, что, в принципе, даже при наличии какого-то количества российских войск, выборы, возможно, это вызвало тогда бурю недовольства, но, по большому счету, тогда Министерство иностранных дел тоже поддержало. То есть, это же, вы сказали, что Запад, да, они ругаются, но они ругаются по вопросам, которые им интересны. А вот в смысле Минских соглашений, урегулирования в Украине, так тут как раз это может их объединять? Германия тоже не целостно, поскольку, когда посол-то сказал и господин Штейнмайер, который сейчас президент, а так был министром иностранных дел, это поддержал, это понятно, потому что это традиционная политика социал-демократов, которые еще во времена Сталина говорили, давайте объединим обе Германии на условиях нейтралитета, вот и далее. И господин Конрад Денаур отказался от этой глупой идеи, история подтвердила, что он был прав, что нельзя признавать псевдо-республику ДНР, сейчас у нас ЛНР, а тогда это было ГДР, поскольку они не демократически избраны. Другое, если мы не будем интегрироваться на Запад, это будет означать то, что мы скатимся в серую зону, а потом станем маринетками Кремля. И, кстати, вы же видели, как оскорбилась госпожа Меркель на слова о том, что фактически Россия полностью контролирует Германию, она сказала, она вспомнила, что ГДР была оккупирована Советским Союзом, но сейчас ГДР является, точнее Германия, является независимым государством. И может сама принимать решение. Да, и, собственно, она показывает другую сторону христианских демократов и их союзников, и, собственно, она же не поддержала тогда посла, она не сказала, что действительно мы готовы придти. То есть, как бы, это немножко, даже Германия не целостна, а я уже не говорю про всех остальных. То есть давление не будет? Давление возможно, но я не думаю, что это будет общим фронтом западным. Это раз. То же самое Соединенные Штаты, что они поменяют свою донедавно определенную политику и, например, Трамп дивизуирует все, что говорил и делал Вокер, А то, что он делал, это не было его, собственно, прихотью, это было в координации с другими, то есть с государственным департаментом, с представителями Совета национальной безопасности Соединенных Штатов. То есть, это как бы не просто его личные инициативы, которые просто до определенного момента терпели, а вот сейчас как это изменится. Потом мы говорим о больших игроках, большой политике, а давайте посмотрим в Украине, а реально ли то, что предлагается нам, вот там формула Штейнмая, то есть убиваете украинцев, а тем временем навязываете им выборы, чтобы легитизировать там марионеток и потом быстренько их впихнуть в Украину. А Украина, даже русские оттуда уходят завтра и забирают с собой весь этот сброд в виде руководства ДНР и ЛНР. Что делать с этой территорией, которая разграблена, разрушена русскими? Я не говорю в течение боевых действий, это как бы второе, а непосредственно вывезены из завода и прочее. Кто будет, украинский бюджет способен это восстанавливать? А мы начали накапливать ресурсы, вот скажем, закон про так называемую реинтеграцию, если бы он был правильным законом, он бы предполагал создание определенных фондов накопительных, потому что когда-то мы вернем эти территории, однозначно, часть Украины, и Крым тоже самое вернем, но соответственно надо аккумулировать ресурсы для того, чтобы потом это восстанавливать. А международная помощь, она так называемые эти планы маршала или там помощь маршала. Ну и что, пока нет, это же все разговоры, денег-то нет. 100 миллионов или там 50 миллионов евро, это не 13 миллионов долларов, которые равнялись бы где-то приблизительно 1,3 миллиарда. Я имею в виду, то есть, скажем, ту понч, которую Соединенные Штаты оказали в Европе после войны. Поэтому здесь очень много есть вопросов, которые, вы знаете, один человек не может поменять курс, учитывая, что у него есть противовесы в Соединенных Штатах, есть противоречивые противоречия с европейскими союзниками. И есть Украина, которая, к сожалению, она с этим президентом в большей мере потеряла свою субъектность, но все равно с ней приходится считаться. И последний вопрос, если позволите, буквально на одну минутку ответ, хотя вопрос по-настоящему большой, я думаю, что мы к нему еще вернемся. Давайте себе наоборот перевернем ситуацию и представим себе, что по-настоящему отношения между Соединенными Штатами и Россией вдруг стали теплее, да, или стали налаживаться. Может ли Украина выиграть в этой ситуации? Можем ли мы по-настоящему сейчас сыграть свою игру в новых сложившихся обстоятельствах? Ну, я пока что еще не вижу сложивших обстоятельств, кроме как новой риторики. Предположим, что они есть. Вот о чем речь. В этот момент эти обстоятельства они связаны с тем, что, скажем так, американцы соглашаются на русскую идею с чистого лица. То есть оккупация, агрессия, убийство, вмешательство, это все забываем и потом строим какие-то новые отношения. Сколько это продлится? Если мы посмотрим на отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами и современной России, всегда все начиналось, приходит какой-то новый человек в Москве, или там новая власть и давайте сейчас с осторожностью, а потом давайте все-таки у нас есть интересы, давайте их решать. Всегда заканчивается очень холодными отношениями, потому что на самом деле сложно примирить то, что непримиряемое. Республиканский образ мышления, свободу, начиная от политической до экономической и так далее, права человека и прочие вещи нельзя применить к тюрьме народов, нельзя применить к тем людям, которые сейчас, в чем разница Путина от предыдущих руководителей и России, и Советского Союза, в том, что он фактически те специфические методы спецслужб возвел в ранг государственных механизмов управления как внутри, так и во внешней политике, то есть шантаж, подрыв, акции влияния, убийства, это все то, что является каждодневным нормальным инструментарием, не исключительным и так далее. Может ли Соединенные Штаты такая проблемная демократия сейчас, или демократия в проблемном периоде, как-то нормально сосуществовать и взаимодействовать с Соединенными Штатами? Я думаю, что нет. Принципиально есть отличия на ценностном уровне, на следующий вопрос интересов. Неужели как бы Украину, ладно, сдают Украину, это невозможно, но представим себе Украину. Россия на этом останавливается? Нет, естественно, она продолжает, потому что ей нужен этот плацдарм для дальнейшего расширения своего влияния. Зачем нужны эти конфликты? Для того, чтобы расшатать и развалить Европейский Союз. Без того, чтобы, если Европейский Союз мощная организация в экономическом, политическом плане, естественно, является частью НАТО, то тогда у России нет шансов доминирования на Европейском континенте, нет шансов в противодействии с этим объединением. Только путем его уничтожения или ослабления Россия имеет возможность получить ресурсы для того, чтобы выйти на эту геополитическую сцену. То есть битва за двополярные, биполярные? Ну, они говорят, многополярные, но Россия не является полюсом и не может уже стать полюсом по объективным причинам. Потому что, просто-напросто угрожая ядерным оружием, ты не можешь менять все. Ты можешь только добиваться определенных вещей, но с другой стороны будет противодействие, которое мы видим. Мы видим и в увеличивающемся оборонном бюджете Соединенных Штатов 700 миллиардов это немаленькие деньги. Возобновленный флот, который занимается Россия, это, понятно дело, спецслужбы, которые переориентировались с арабских языков на русский. НАТО, которое говорит, что, ребята, давайте платить больше, давайте усиливаться, давайте восстанавливать инфраструктуру восточноевропейских стран в случае нападения России, чтобы им была возможность оказать помощь и так далее, и так далее. То есть, эти все системные решения, они приняты, их остановить очень сложно. Значит, очень просто, да или нет, ответ. Вы считаете, что, по большому счету, эта встреча не будет иметь каких-то глобальных, больших результатов? Вот вы сейчас очень четко... Его сложно, но просто-напросто попытки улучшить отношения, харизмой, закрыть то, что есть проблемы, непреодолимые будут, но в конечном итоге тот режим, который есть в России сейчас, он является токсичным и он является несовместимым с теми принципами, на которых даже трамповская Америка существует. К сожалению, мы должны заканчивать интервью с Александром Харой, мы, конечно, всегда можем продолжить это, будем рады видеть вас, Александр, на студии. Спасибо большое, что вы начали сегодня наш большой марафон обсуждения и разговоры о внешнем политике. Спасибо большое. Еще раз напомню, что Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Майдана с кордонных справ был сегодня у нас в прямом эфире, а вы, конечно, оставайтесь с нами, потому что звоним сейчас Владиславу Иноземцеву. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»